Вот так, ползком на табуретке, пенсионерка передвигается несколько лет. Челябинка без ноги не может позволить себе купить инвалидное кресло. Выживает на мизерную пенсию. Вон, кое-как и доползла. С помощью табуретки вот хожу. Помочь Ольге оформить инвалидность вызвались сотрудники благотворительного фонда «Тёплая помощь». А чтобы было легче добираться до инстанций, челябинцы нашли ей коляску. Сейчас вот прям красота. Спасибо большое вам. На данный момент женщина не стоит на учёте по инвалидности, так как банально не может дойти до больницы. Надеемся в ближайшее время помочь ей с этим. Ольга не единственная, кому волонтёры помогли начать новую жизнь. С решением юридических вопросов бездомным помогают на средства губернаторского гранта. Волонтёры оформляют паспорта, ИНН, инвалидности и пенсии. Александр потерял удостоверение личности во время инсульта, но даже после восстановления не бросает работу. Все деньги отдаёт своим детям. А после получения паспорта Челябинец, наконец, сможет официально трудоустроиться. Очень сильно благодарен всем, кто этим занимался. Документ непосредственно ваша вторая жизнь получается. И от этой второй жизни у вас получается толчок в дальнейшую другую жизнь. А вот Виктор несколько лет прозябал на улицах. Из квартиры деда выгнали его же родственники. За годы скитаний Челябинец заработал рак лёгких. Сотрудники тёплой помощи устроили пенсионера в реабилитационный центр. Мужчине уже восстановили паспорт и оформили пенсию. У меня сегодня очередной праздник. Я получил паспорт. Без документов ты никуда. Любой милиционер подходит, первым делом спрашивает документы. Ещё один подопечный фонда Дмитрий – инвалид. Детство провёл в интернате, а юность – в работных домах. До знакомства с волонтёрами южноуралец даже не надеялся восстановить потерянные документы. Сказали, что надо подтвердить свою личность. Я говорю, у меня ничего нет, подтвердить не могу ничем. Соответственно, я сказал, идите ищите свои документы, копии хотя бы какие-то, чёрто. Ну а где, если у меня ничего нет? У ФМС запросил установление личности Дмитрий Сам из Магнитогорска, что нужно ему ехать туда. Так как наш фонд взаимодействует очень хорошо с различными другими организациями, в том числе с «Тёплой помощью», благодаря ребятам мы очень быстро обошли эту трудность в два дня. Уже пять лет благотворительный фонд «Тёплая помощь» помогает людям без определённого места жительства. Благодаря волонтёрам восстановить паспорта смогли больше 150 человек. А число тех, кто получил юридическую помощь, уже превысило 750. Сотрудники фонда продолжат и дальше поддерживать тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, чтобы у каждого был шанс начать жизнь с чистого листа.